МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как ведется борьба с холодной стихией? А также квадратный метр, показатели оплаты и предварительный выбор. Досрочное голосование пройдет в стране с 20 по 24 февраля. Какие нововведения предусмотрены для уязвимой категории населения? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Овчуренко. Президент назначил нового министра здравоохранения. Им стал экс-руководитель РНПЦ психического здоровья Александр Хаджаев. Александр Лукашенко дал новоиспеченному руководителю ряд ценных рекомендаций. В первую очередь покончить с клановостью в Минздраве. В ведомстве должны быть исключительно профессионалы. Придется непросто. Немало, правда, сделано в последнее время. И нынешним министерствам, и той комиссией, которую я создавал, они так прилично прошлись по первичному уровню здравоохранения. Вы прекрасно понимаете, что деревню, малые города мы потерять не можем. Это основа нашего государства. Да и там живут люди, которые нуждаются в первую очередь в помощи. Я не говорю, что мы в городах не будем работать, но в городе мы более-менее порядок навели. И у нас здесь помощь, вы это знаете, оказывается на более высоком уровне, нежели в сельской местности. Поэтому там вроде бы мы обозначили, что надо сделать, и порядок относительно навели. Я думаю, что в этом году мы проблему эту рушим. С ФАПами, районными больницами, участковыми, где они есть, больницами сестринского ухода. Но дальше надо действовать более решительно. Надо считать деньги. Надо смотреть на то, что происходит. После встречи с главой администрации президента Игорем Сергеенко. Главными темами для обсуждений стали подготовка к предстоящим выборам и кадровые вопросы. Александру Лукашенко доложили о текущей общественно-политической обстановке в стране. Основных тенденциях ее развития, а также о работе, которая проводится в рамках избирательной кампании. В Могилеве 24 января под колесами авто погиб школьник. Все случилось вечером. Десятилетний мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Когда ребенок оказался на тротуаре, его сбила машина. Предварительно установлено, в момент случившегося светофор не работал. В отношении 61-летнего водителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека. Госавтоинспекция призывает родителей провести беседы с детьми на тему безопасность на дороге. Одежда школьников должна быть оснащена свето-возвращающими элементами. Водителям необходимо проявлять предельную внимательность при проезде пешеходных переходов по дворах вблизи школ. Зима прекрасна, когда безопасна. Городские службы взялись за очистку кровель. На высоте профессионалы-высотники. Осадки, которые скопились на крышах после обрушившихся снегопадов, наледь и сосульки – потенциальная причина происшествий. Кроме того, жители многоквартирных домов могут обнаружить крайне нежелательный водопад с потолка. Работы ведутся при помощи специальных вышек. При необходимости привлекаются сторонние организации. На данный момент в зимний период часто забиваются леневки, желоба, сточная система. Поэтому часто вызывают кооперативы, жел. Особое внимание уделяется скатным крышам. Работы ведутся максимально аккуратно, постепенно. Одна ледышка за другой, чтобы не повредить кровельное покрытие. Территорию в этот момент огораживают сигнальной лентой. В онлайн-больничной лучшие условия и расчетный лист. Средненачисленная декабрьская зарплата в республике – 2271 рубль. Какие профессии в лидерах? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. Досрочное голосование пройдет в стране с 20 по 24 февраля. Сделать выбор можно с 12 до 19. Участки будут работать без перерыва на обед. Также некоторые граждане смогут определить своего кандидата в депутаты на дому. Например, люди с инвалидностью или пожилые. Голосование по месту нахождения будет доступно только 25 числа. В 2024 в Беларуси планируют построить почти 4,5 миллионов квадратных метров жилья. Особое внимание уделено развитию социальной инфраструктуры. В перспективе регионы пополнятся 20 детскими садами, 12 школами, двумя бассейнами, 18 объектами здравоохранения. Средняя начисленная декабрьская зарплата в республике – 2271 рубль. Это на 300 больше, чем в ноябре. Самый высокий показатель традиционно в столице – 3,240. В топе отрасли IT – 6,590. Финансы и страхования – 4,226. И сфера науки – 2246 рублей. На статистику влияют и бонусы, которые, как правило, выплачивают в конце года. В ближайшие два года в республике может появиться электронный больничный. Цифровая справка в перспективе облегчит жизнь работодателям и ФСЗН при назначении выплате пособий временной нетрудоспособности. По новым правилам, сведения о периоде болезни наниматель будет получать сразу от Фонда соцзащиты в онлайн-формате. Концепция миграционной политики утверждена в Беларуси на 2024-2028 годы. Главная цель – обеспечить национальную безопасность, устойчивый экономический рост и повышение качества жизни граждан. Демографическое развитие, защиту рынка и интеграцию в работу мигрантов. Республика создает все условия для адаптации во всех сферах. Предупреждение аварий. В отопительный сезон может случиться всякое. От порыва до отключения батарей. Одно неосторожное движение и трагедии не избежать. В вопросе безопасности разбиралась Юлия Вернер. Несмотря на холода, зимний период ассоциируется исключительно с теплом. В Беларуси вовсю продолжается отопительный сезон. Для комфортного проживания граждан профилактические работы на участках тепловых сетей проходят регулярно. За извилистой системой с трубами, кранами и рычагами ведётся пристальное наблюдение. Выполняются все регламентные работы по предупреждению аварий. Выполняются планы предупредительные ремонты, чтобы обеспечить безаварийную работу по обеспечению жилого фонда отоплением и горячей водой. Тем не менее, случаи прорывов не исключаются. Чтобы избежать риска для здоровья и жизни, необходимо помнить, категорически запрещается дотрагиваться до повреждённых наружных трубопроводов. Температура воды в них может достигать 150 градусов. Последствия любопытства чреваты сильными ожогами. Госэнергогазнадзор запрещает приближаться ближе, чем на 5 метров к промоинам, образующимся в местах порывов трубопроводов, спускаться в тепловые камеры, пересекать в необорудованных местах траншеи и каналы, где ведутся работы по прокладке и ремонту тепловых сетей, ходить по трубопроводам, перекрытиям теплотрасс. Не менее опасными считаются и прорывы подземных тепловых конструкций. В результате повреждений образуется впадина, заполненная горячей жидкостью. К слову, определить надвигающуюся опасность можно по ряду признаков. Проседание грунта или асфальта, вытекание воды из-под крышки люка, парение. При выявлении утечек и парения необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу по единому номеру 115. Сотрудники Госэнергонадзора призывают помнить и соблюдать правила безопасности. Беды можно избежать, когда знаешь, как поступить в непредвиденной ситуации. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Боль сквозь года. В училище Олимпийского резерва прошла встреча в преддверии дня памяти жертв Холокоста. Формат общения – диалоговая площадка. Для такого важного обсуждения администрация учебного заведения пригласила особую гостью – Галину Левину. Именно благодаря талантливой женщине в Бобруйске появился мемориальный комплекс «Аллея праведников» – молчаливое напоминание о страшных событиях. Если мы говорим о Холокосте, об изучении трагедии белорусских евреев, то обязательно надо приезжать в Бобруйск. Здесь мы можем видеть и трагическую историю, здесь мы можем подойти к «Аллее праведников народов мира», прочитать имена тех людей, которые действительно святые люди, спасавшие безвозмездно и бескорыстно евреев в годы войны. Важно еще сделать вывод, что мы должны делать для того, чтобы это не повторялось. Что делается для увековечивания памяти жертв трагедии? Почему важно из поколения в поколение передавать знания и множество других вопросов стали темой для обсуждения? Почетными дипломами награждены исследовательские работы учащихся о Холокосте. Дата, вырезанная в памяти и на сердце белорусского народа – 27 января. В Бобруйске от рук фашистских захватчиков погибли около 25 тысяч евреев. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok